Играет музыка Везде, где я езжу, я стараюсь куда-то заехать Снять путевые заметки Но на самом деле в воинском техническом музее В Лишанах, под Прагой Вы уже были Это уже второе, третье видео Напомню, что я ходил там Если посмотреть на схеме 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Вот те части И тогда я ехал, не успевал Войти весь музей И пообещал вернуться И так исторически сложилось Что я сейчас еду в Берлин на Ифа 2016 И по дороге решил часик еще уделить Внимание остальным Соответственно Частям Это артиллерийским системам 10-11 и ракетным системам 12 А почему такая спешка? Напоминаю, что музей на самом-то деле Работает весьма и весьма Специфически С июня по сентябрь Он с 9 до 30 до 5 Только по субботам и воскресеньям Все остальные месяцы он закрыт Ну и там июль-август круглосуточно А, почти круглосуточно Круглонедельно Кроме понедельника Вот Ну а танк вы видели Напоминаю, что это розовый ИС-2 Первый танк, который вошел в Прагу Советский танк Который освобождал Прагу От фашистской армии Или от немецкой армии Неважно, от кого они там освобождали Важно, что он розовый И видя такой вот розовый танк Немцы разбегались Я про него уже рассказывал Ну понятно, что печальная история ИС-2 Состоит в том, что розовым он стал Потому что экипажу облом было отмывать кровь Ну и слава розового танка Начала расходиться, расходиться, расходиться ИС-2 И он пугал всех Именно своим видом Ну а известно, что Маска пушки передняя Да, там броневые листы передние У ИС-2 были Очень и очень мощные И Вот, да, можно посмотреть Вот практически Ну вот лист вот так Вот это 10-15 сантиметров Лобовой брони вот этой С той стороны Вон масочка такая тоже Наваристая, прикольная Поэтому вот такие вот дела Ну что, я пойду сейчас В артиллерию А потом в ракет Это будет два отдельных видео В любом случае смотрите Заставку я оставлю одну и ту же И также напоминаю, что Вверху в всплывающих аннотациях Внизу в описании к видео Есть ссылки на другие мои путевые заметки И не только А также напоминаю, что Что, да Что в На канале проходит конкурс Опять же В всплывающих аннотациях Либо в описании к видео Найдете условия конкурса Вы можете выиграть Мобильный телефон Весьма-весьма прикольный И оригинальный И другие полезные вещи Ну и смотрите Путевые заметки Из Берлина И, конечно же, с ИФ Ну, если это видео Конечно, выйдет позже, наверное В любом случае, участвуйте в конкурсе Конкурс будет проходить в сентябре Еще будет до конца сентября Так что условия простые Вероятность выигрыша большая Смотрите дальше Из музея в Лишанах И если вы еще не посмотрели Про артиллерию Посмотрите обязательно Это было предыдущее видео Не пугайтесь Если оно тоже начинается С розового танка Напоминаю, о всплывающих аннотациях Вверху, внизу В описании видео Есть линки На другие мои путевые заметки А здесь зал ракетных войск Можно увидеть, что здесь хранится И, ну, на самом деле Не очень-то видно Потому что надо больше Представлять о том Как это выглядит Оно все в ангаре стоит Первая Вот эта вот машина Это комплекс Который вы знаете Как точка Не точка А точка Та самая сверхзвуковая ракета С дальностью стрельбы До 300 км Если не ошибаюсь Тактическая Баллистическая ракета Вы видите, собственно, ракету Ее стартовый стол Который соединен Вот таким единым пеналом Видите, вот она Опирается в землю Потом Отстреливается Ракета пошла Включает двигатели Ее боеголовка Вон с различными типами Зарядов Напоминаю, что у нее В основном Кассетные вот эти вот вещи С разделяющимися частями Которые, в свою очередь Генерируют потом Поражение осколками По-моему, на 9 гектарах Или на 9 сотках Не важно В общем, много покрывает Пространство И поражает вплоть до бронетехники В ее незащищенную часть Это то, что называется Луна Тоже тактическая ракета В общем, дальностью до 100 километров Небольшая такая вещь Смонтирована на базе Того, что называется Плавающим танком Советский плавающий танк Какой-то там 76 или еще чего-то Башни нет Да, есть просто корпус Соответственно, могла плавать Летать Стрелять И тому подобное А вот там вот вдалеке Вы видите то, что называется Правильно Это вот, собственно Медитый скат Которым все пугали Тоже дальность Требует до 300 километров Одна из первых Тактических Баллистических ракет Способных нести То, что называется Ядерный заряд Ну и остальные Ракеты Вон там еще Точка Луна-М Вернее С новой Модернизированной Тактической ракетой Дальность одинаковая Больше чуть-чуть заряд Ну, а боеголовки Уже какие поставят Такие И будут, как говорится Здесь Учебные пособия С различными двигателями И тому подобное А что там Кстати Вот это вот точно Скат Это скат Можно полюбоваться Вот так вот Заглянуть в кабину Напомню, что это Мазовский К-тягач С, по-моему С танковым двигателем Там на 600 Или 700 лошадиных сил Который пер По бездорожью До 60 километров в час Более мощные Такие тягачи Использовались В том числе Как транспортиры Для Транспортиры Для тех же ракет Типа Сатана Потяжелее Там у них На каждое колесо Отдельный Электрический привод Был А основной движок Работал на генератор Плюс еще второй генератор Ехал сзади Да, это Скат-Б Они написаны Дальность стрельбы Шасси 8х8 Полноприводные Дизельные 500 лошадиных сил А это у нас Гусеничная система А того, что Так, тоже Скат-Б Гусеничный Скат А это АК С ракетой СС-23 Спайдер А вот они Видите Вот это АК Спайдер Дальность стрельбы Ракетой Не указана Боевая головка Боевая головка 716 кг Ну, тоже Неплохо Так что Такие вот дела Можно опять же Затронить в кабину Что-то там видно Не знаю Не видно И Да, глянуть в ракету Как надо Улететь С другой стороны Посмотрели Вот Тут К механику Водителю Поближе У него и роза Довольно Как будто Он только что Белочку Раздавил Или она К нему Постучалась И раздавила Мозги Вот Опять же Можно заглянуть внутрь И посмотреть Вокруг Да, слушайте В варианте В варианте Противотанков С Возможностью Установки Четырех Противотанковых Управляемых Ракет Они же Птурсы Это пульт управления Птурсом Да, я так понимаю А И тому подобное Резать Резать Девайс Где его выстрелы Есть еще На базе Газона Он же Вилес Тоже Противотанковая Система Управляемая Вы видите Вот Снаряд С местами Для трассеров Для управления Ну то есть Как бы так Выстрелил Пошла раскручиваться Проволочка Кто не в курсе Они управляются По проволочке И дальше Регулируется Полет Вон Учебный Снаряд Уже с нормальными Такими Системами И еще один БМДР Уже с другими Такими Вот Катриджами Отстреливающими Со складывающимися Крылышками Крылышки Сами При выстреле Раскладываются Вот Вы видите Терриные Варианты Штурм В данном случае Ракеты Ракета Штурм А это Что такое Не написано Конкурс И А это Что Система А Это Типа Ракета Конкурс А это Его Запускаемая Часть И человек Наводит И стреляет Кстати Вот Мы пропустили Вот Та самая Штука Для Отстрела То есть Ракета Пошла Видите Со складывающимися Крылышками Ты ее Вставил Завернул Вот Отстрелил Ракета Пошла Ты им Удален Дальше Джойстиком И управляешь Видите Один Джойстик Без Всяких Выбор Каналов Включить Выключить И Прицельная Часть Главное Не потерять Летящую Ракету Из Визора Иначе Точно Никуда Уже Не попадешь В сложенном Состоянии Со сложенными Крылышками И со снятой Головной Частью Головная Часть Лежала Здесь Пристягивалась А это Что такое Какой-то Школьная Подделка А нет Не школьная Подделка Это Какая-то Противотанковая Ракета Валант Разрабатывалась В 56 60 Году Прототип Не попала Не прошла По конкурсам Ну и по виду То да Скорость 80 метров В секунду Дальность Двух Километров Вес 16 Килограмм Ну если из него Там 2 килограмма Заряда То неплохо Прототип Еще одной Чешской Ракеты Мотыль 63 Году Типа Не пошла Потому что Проиграла Конкурс Вот с малюткой Ну вот Это собственно Говоря Я так понимаю И есть Малютка Да Или где А где малютка Это малютка Или нет Да Это она Малютка Вот Вот это вот Малютка Ах Вон можно увидеть Максимальная 2000 метров Различные ракеты А различные мощности Скорости полета И тому подобное Что у нас здесь еще Я бы только не понял Где у него сопло Если там какой-то фонарь Или то Учебный вариант Который показывает Что двигатель работает Таким вот образом Все таки вот это Что это у нас такое Это конкурс Дальность до 4 километров Скорость 200 метров в секунду Практически звуковая Наверное Больше разгоняться-то и нельзя И прочее Обратите внимание Крылышки Которые складываются Так вот Вбок И Разворачиваются А это знаете что Это выстрел для танка То есть Танк стреляет ракетами И дальше Наводчик управляет Летящую ракетой Поражая соответствующие танки Поэтому современным-то танкам Тейпушечек особо нет 5 километров Дальность стрельбы Штурм Прикольно Скорость 520 метров в секунду 32 килограмма И ее запускной пенал Я так понимаю Ага Это на что-то На вертолет Или на какие-то Другие Семидесятого года Выпуска Вместе с вертолетами А это у нас Это у нас Осветительная ракета Крылышки Обратите внимание Как складываются И пенал Под осветительную ракету Отстрелил Забыл Отстрелил Забыл Ну и вот Различные такие Ручные заряды Да Которые стреляют Ракетницами И всем остальным Осветительная 50-ти миллиметровая И 40-ка миллиметровая Ракета С парашютиком А то Что 15-ти Сантиметров 150 миллиметров Осветительная Немецкая ракета У них тоже Такое Босс Слушайте Громадные Такие ракетки Легкие Ракеты Ну и Тому подобное Так что Вот так вот Все это выглядит А сколько времени Я там уже наговорил 12 минут Да фига Уже наговорил Еще раз пройдемся По ракетным системам По системам Вот в ту часть Зала Сейчас посмотрим Можно заглянуть Кстати Что там у нас Внутри Видно А там просто Стоит дизель Или даже Дизель Вот 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 так Там Мусор Ну а вот А вот В разрезе Скат Это вот В разрезе А тут история Ракет В разных временах Ну что Прикольные Ракетки Такие Для стрельбы Это модель 14 века Ох Серьезная штука Такие вот Ракеты Да Стреляли же люди Вот Это мины Надкалиберные Первой мировой войны И второй Мировой войны Вон видно Ракета Со стартов Этого Пошла 32-миллиметровая Немецкая Ракета 72 килограмма До двух километров Очень даже Неплосоветский БМ-848 Там На базе Танка Т-6 Ну Катюша Вы все знаете Все замечательно Вот Я так понимаю Что здесь Либо ракетная часть Была Либо просто Народ Понаходил Где-то ракеты В разрезе Вот он Скат-Б В разрезе С двигательным Отсеком С центральным Отсеком Или средним Как его там Где находятся Баки С топливом И окислителем С отсеком Управления И головной частью Ну Аналогично Здесь вы видите Ракету Что это за ракета Там Кто ты у нас А Луна-М Модифицированная ракета Дальность Напоминаю До 70 км Она Не является Жидкостной Ракетой То есть У нее нет Как такового Ракетного Двигателя Она сама По себе Ракетный Двигатель Вот С Большим Количеством Твердотопливного Да Порохов На самом деле Медленно горящих Порохов Или чего Но там Дальше И Боевая часть Которая Одевается Опять же По-разному Ну и Разрезы двигателя Стенды двигателя Разрезы ракеты Зачем-то Хотя Для того Чтобы учить Ну Рассказал Что тут Непонятно Вон Компрессоры Кстати Там На двигателе Самая важная Часть Во всей В любой Ракете Вот Жидкостной Твердотопливной Само топливо Да Чем круче Ты топливо Сделаешь Тем Чем лучше Оно горит Равномерно Тем И не так Быстро Выгорает Да Тем Дальше И эффективнее Летит ракета А в жидкостном Это компрессор Причем Обратите внимание Компрессор Загоняет Топливо Не внутрь Сюда В камеру Сгорания А сначала Вокруг Ракеты Вот Как бы Она Двухслойная Для того Чтобы охлаждать Сопло И нагревать Дополнительно Топливо Которое Выполняет Часть Работы Ну и Вот Вы видите Механизмы Компрессора Причем У компрессоров Обычно Стояло Своя Свой Движок Какой На каком Нибудь Керосине Или Даже Водороде Который Раскручивал Этот Компрессор Ну и Дальше Собственно Двухступенчатый Закачивал И дальше Ракета пошла От скада До Движочек И тому подобное А я пожалуй Буду выходить Вангольский Кошевый Ракетомет Слушайте Серьезно Буду выходить Надеюсь Вам понравилось Вон Можно Посмотреть Еще В кабину База Которая Мог запустить На 300 Км Скад И соответственно Убить Все население Небольшого Городка Хотя Почему Небольшого И большого Можно убить Если заряд То правильнее Поставить Вот Ну и Далее Ракетные Системы Ну Такой себе Зал Честно говоря Можно было бы Сделать Интереснее Но Как говорится И на безрабье На безрыбье Сам раком Станешь Вот Окошечко Можно посмотреть Тоже Системой И Здесь Заглянуть В точку У И вот Так Заглянуть В точку У И еще Раз Сделать Небольшой Обзор Посмотрите Сколько Вариантов Сопла Для того Чтобы Равномерно Шла Тягом А я Буду Выходить Сейчас Резко Поменяется Освещение Не Пугайтесь Вот Я На выходе Уже Тут Палатки Надеюсь Опять же Вам понравилось Напоминаю Что Это Еще Одна Часть Того Что Называется Военно-технический Музей В Лишанах Под Прагой Это Это На месте Бывшей Советской Военной Базы Я буду Рулить Дальше Потому что Мне надо Еще Успеть В Берлин Сегодня И напоминаю Что В ближайшее Время На канале Или уже Идут На самом-то Деле Потому что Я еще Не опубликовал Предыдущие Путевые Заметки Бла-бла-бла То есть Идут Обзоры Различных Гаджетов С Выставки Ифа 2016 Можете Посмотреть Что там Где там Как Какие Девайсы Предлагаются Новые Там Много Интересных Анонсов Было Тот же Lenovo Тот же Samsung Кто Кто там Еще Acer В общем Постараюсь Все это Снять Постараюсь Все это Показать Так что Посмотрите Подписывайтесь Ставьте лайки Напоминаю Что вверху В всплывающих Аннотациях Внизу В описании К видео Есть Линки На Другие Путевые Заметки В том числе Будут Еще Из Берлина А если Не посмотрели Посмотрите Из Праги Предыдущего Со Словакии Предыдущим Я ездил Тут в горы Ну и Конечно же Участвуйте В конкурсе Условия Конкурса Простые Его Описание Подробное Конкурса Есть Линк Опять В описании К видео Ну а Так На словах Скажу Что вам Нужно Расшарить Это видео И Просто В каких То Социальных Сетях И Линк На Шару В комментарии К конкретному Видео Любые Видео До Чего там У нас До Конца Сентября 2016 Года У меня На канале Начиная С августа Участвуют В данном Конкурсе Так что Можете Принять Участие И выиграть Мобильный Телефон Ну а Напоминаю Что с вами Был я Игорь Шастидко Смотрите Всем удачи Счастливо Пока Субтитры Субтитры